Джаюра-да-ма-да-ва, кунжа-би-хари Джаюра-да-ма-да-ва, кунжа-би-хари Гопи-чана-ва, кунжа-би-хари Джаюра-да-ма-да-ва, кунж- cara- escuela-agi Джая-ду-пезиана-ва, кунжа-би-хари Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 бога он их восстанавливает этим путем он идет вот кто такой и тогда те же самые двери те же самые врата вечность они открываются перед тем кто к саду возьмет и что сделает правильно привяжется мог же двора а повритам а если если не к нему тогда тамах двором а повритам тогда открывается дверь или путь ведущий в темницу а до два варианта другого варианта нету об этом говорит и капиладев и и шапхадев и в этом смысле эти наставления схожие дальше здесь он точно так же как капиладев третьей песни здесь он в пятой песни перечисляет качество махатум он говорит великие души ко всем относятся одинаково самого самах сарвешу бутышу они всегда уравновешены умиротворены целиком отдают себя преданному служению свободно от гнева заботится о благе каждого никогда не совершают дурных поступков таких людей называют махатмами махатма махатманом махатманас тумам партха вот то есть это проявляется в качествах и первые из этих качеств это самого это равное отношение ко всем а почему у людей возникает порой неравное отношение к людям вокруг неравное то есть кто-то хороший а кто-то нехороший вот из чего это вытекает то здесь самого равное отношение это рассматривается именно как духовное качество это подсказка откуда рождается идея что кто-то получше кто-то похуже кто-то поважнее кто-то менее важный откуда-то берется где-то точка отсчета спросим это пуджарский департамент пуджарский департамент что скажет пуджарский департамент молчит пуджарский департамент так но у кого есть какие мысли на эту тему второй микрофон но теперь-то я буду вынужден просто повторить дорогие друзья берите второй микрофон если вам захочется что-то сказать ради блага наших телезрителей да это гуны материальной природы действуют и что и как они действуют видеть различие между живыми существами это влияние к уны страсти хорошо кто еще как думает никто ничего не думает вообще нет мыслей да отправная точка это планы на жизнь все же очень просто плана на жизнь об этом в читании череда грите анти лива там об этом говорится откуда берутся те две категории хорошо плохо плана на жизнь и потом люди вокруг они делятся на хороших и плохих зависимости от того способствуют ли они осуществлению этого плана или нет соответственно сама гасамах сарвешу бутышу равное отношение ко всем это означает что это означает духовное качество это означает во первых осуществление не своего отдельного плана осуществление плана кришны а кришна он как он все контролирует или не все у кого есть какие мысли на эту тему вот буджарский департамент точно знает конечно все контролирует или нет вот вот подтверждают бут жарский департамент что Бог, Он все контролирует. То есть, это означает, что путь преданности, путь бахти, означает путь осуществления плана Господа, а Господь все контролирует. То есть, это означает, что нету хорошо или плохо, а просто оно все под Его контролем происходит. И иногда получается внешне, что мы терпим какую-то неудачу. Иногда мы не неудачу терпим, а иногда у нас успех. Но, помимо вот этой внешней стороны, что успех, что неудача, есть еще и внутренняя сторона того же самого. Например, успех может стать неудачей, а неудача может стать успехом. Понимаете, да, о чем идет речь? То есть, допустим, человек потерпел неудачу, но это зато его меняет внутренне за счет правильного отношения к происходящему. И тогда человек приходит к выводу, вот, оказывается-то я не кто? Ну, не тело-то, да. Оказывается-то я не Кришна, я не контролирую все вот то, что происходит. И тогда вот эта реализация, она начинает углубляться. Вот это понимание того, что ситуация не находится всецело под нашим контролем. И тогда, казалось бы, эта внешняя неудача, она наполняется глубоким духовным смыслом. А бывает, что человек, допустим, успешен, но он приписывает этот успех себе. И тогда это неудача с духовной точки зрения. Если человек укрепляется в этой идее, что кальтахам и теманите, что я обязан себе своим успехом. Видите, да? То есть, есть, как бы вот, событие то или иное, оно может быть успешным или неуспешным считаться. Какую-то первичную оценку мы можем вынести тому или иному событию. Но, помимо этого, еще многое зависит от того, как мы это воспринимаем, как мы к этому относимся. И потом, это событие, которое кажется хорошим или кажется плохим, оно потом нас ведет к Кришне. Ну, или не ведет к Кришне. Так или иначе, вот эти вот первичные оценки, они бывают достаточно ошибочными нередко. И в связи с этим есть история про одного крестьянина, у которого убежал конь. вот так. Да? Известная история. Жил-был крестьянин, и у него убежал конь. И односельчане такие говорят, как тебе не повезло. То есть, они сразу оценили. Это мирское сознание, это обывательское сознание. Люди склонны моментально выносить какие-то оценки происходящему. И все им сразу понимаешь ясно, что вот это хорошо, это плохо. а о, у тебя убежал конь, как плохо. И что он сказал им? Ну, про бабушку, которая надвое сказала, он не говорит, там, ну, кстати, в этой истории не было никакой бабушки. Он, наверное, уже без бабушки остался. Наверное, был старый очень. Он говорит, а я не знаю, хорошо это или плохо. Я не знаю. Они такие говорят, ой, как все плохо, у тебя убежал конь. А он говорит, а я не знаю, хорошо это или плохо. И тогда их друг этот конь, значит, возвращается и еще нескольких кобыл с собой привел откуда-то из другого табуна. И они такие все радостные односельчане. Они такие говорят, ой, как тебе повезло. Был один конь, а стало теперь много. табун увеличился у тебя. А он такой говорит, а я не знаю, хорошо это или плохо. А потом сын этого человека, он сел на этого коня и поскакал, и поскакал, и бац, хлоп, упал и сломал себе руку. Вот. И односельчане говорят, ой, какая неудача, как все плохо, как тебе не повезло. А он говорит, а я не знаю, повезло мне или нет. И а потом объявили осенний призыв, и загребли всех, кроме этого парня, потому что у него сломанная рука. Да. Началась война, и вот, а он остался, и они такие односельчане, ой, как тебе повезло, какая удача. А он опять говорит, а я не знаю, повезло или нет. Ну, и так далее. Эту историю можно продолжать до бесконечности. Но смысл заключается в том, что, чтобы понять, что наши такие вот первичные оценки эмоциональные, они порой бывают ошибочны, нередко бывают ошибочны. Итак, здесь, в этом тексте 5-5-2 описываются качества махатум, то есть качества личности, которые укоренены в преданном служении, то есть они укоренены не в этой оценочности хорошо или плохо, они укоренены в преданном служении, они целиком отдают себя преданному служению свободно от гнева, уравновешены, умиротворены и так далее, и так далее. И выбор общения очень важен в связи с этим. 5-5-3 текст очень важен выбор общения и деятельности. Здесь описывается образ жизни человека, который идет по пути самоосознания. 5-5-3 он не общается с теми, кто думает только о еде, обороне, сексе и с ней. И он трудится не больше, чем требуется для того, чтобы заработать денег, чтобы поддержать жизнь в теле, и он не особо привязан к семейной жизни и в то же время не пренебрегает своими обязанностями. То есть здесь описывается сбалансированный подход к сбалансированный образ жизни человека, который хочет идти путем самоосознания, он не уделяет материальным вопросам больше того необходимого внимания, чем они требуют, и на фоне этого максимально привязан к махатмам, которые в свою очередь привязаны к Кришне. И вот так он идет, идет и идет, идет человек по своей дороге жизни. Это то, к чему призывает Решабхадев Господь каждого из нас. Итак, это первые три текста этой пятой главы, и затем в текстах с четвертого по шестой он описывает, как чувственные наслаждения порабощают живое существо, и как живое существо вынуждено из-за этого постоянно реинкарнировать. И единственный вариант выбраться из самсары, здесь Решабхадев называет его, единственный вариант это только бхакти, бхакти, бхакти и ничего кроме бхакти, только служение Кришне, только служение Кришне, разумному человеку, поэтому я считаю, говорит Господь Решабхадев 5.5.4, Я считаю, то есть это мнение Решабхадева, это сам Господь так считает, никто не будь, я считаю, что разумному человеку не подобает предаваться чувственным наслаждениям, ибо стремясь к ним, он обрекает себя, человек, на бесконечное рождение в материальных телах, он будет терпеть поражение на жизненном пути, испытывать страдания, порожденные невежеством, пока не начнет интересоваться, духовными ценностями, то есть, вот это утверждение нас отсылает к вот этому коротенькому комментарию к сегодняшнему тексту 4, то есть, не 4, а 5, 4.19, и здесь комментарии Шрива Парупады пишет, что вот эти наставления, которые Решабхадев дает своим сыновьям, имеют огромное значение для тех, кто хочет обрести покой в этом мире полном страдании, кто хочет обрести покой, а, есть такие, кто хочет обрести покой, трансценденталисты, наверное, хотят обрести покой, да, а мы не хотим, да, обрести покой, что молчим, наверное, уже обрели покой, молчим, да, Шанти, Шанти накрывает, угу, любые корыстные действия, карма, как греховные, так и благочестивые влекут за собой последствия, и он вводит термин, термин вводит Решаб-кадеф, кармат мака, кармат мака, ум, оскверненный кармической деятельностью, оскверненный ум, он запутывает сознание живого существа, из-за этого живое существо вынуждено оставаться в темнице материального тела, пока к ней не пробудется любовь Господу васу, деви, она будет вынуждена снова и снова рождаться в материальном теле, то есть тут нет иного пути, или кармат мака, ум кармат мака, или ум идущий по пути Бхакти, то есть ум в двух режимах работает, шестая глава Бхагавадгиты, ум как враг и ум как друг, вот надо что-то выбрать из этого, а вот так, посередине, то есть чтобы нейтрально, да, чтобы шантараса с умом, такого не бывает, то есть он подталкивает человека или к кармической деятельности, или к преданному служению, смотря чем мы его наполним, поэтому очень важно повторять Харея Кришна, Харея Кришна, 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 Харея Харея, Харея Рама, Харея Рама, 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 Харея Харея, и также важно читать и распространять книги Шри Вапрупады, чтобы люди тоже, чтобы у них Мокша двором опавритам, чтобы перед ними открылась дорожка, открылась дверца заветная к Кришне. Два варианта, то есть других вариантов нет. Нету третьего варианта, только два. Либо к Кришне, либо Тамагуна, адские планеты и так далее, поэтому очень важно, чтобы шла проповедь. Давайте во славу наших проповедников еще раз произнесем святое имя. Хареи Кришна, Хареи Кришна, 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 Харея Харея, Харея Рама, Харея Рама, 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 Харея Харея. И дальше, дальше, здесь Господь Решабхадев говорит о бессмысленности чувственных наслаждений, бессмысленности чувственных наслаждений. И такой человек, который гонится за чувственными наслаждениями, пытается найти счастье в материальном мире, он с точки зрения Решабхадева, Господа, текст 5.5.7, мало чем отличается от неразумного животного. Вот он, этот текст. Откуда все эти утверждения? Ослы, козы, верблюды, собаки, кошки и так далее. Пожалуйста, это даже не Шрива Прабхада придумал ругаться на людей и называть их разными животными. Это сам Господь Решабхадев, верховная личность Бога. 5.5.7, Бхагаватапурана, он здесь об этом говорит, он сравнивает. Ничего случайного нету в этом, в этой теме. Также здесь, конечно же, описывается отношение между противоположными павами. И основой материального существования является взаимное влечение мужского и женского начала. В результате тугим узлом их сердца оказываются связанными друг с другом. Причем Шрила Прабхупада в одной лекции говорит, что это происходит после половой связи, независимо от того, эта связь была ли она освящена узами священного или государственного брака, или этого не было, и было просто сожительство, независимо от этого, после этого возникает этот хридаяк ранхи, этот узел сердца, и возникает эта привязанность, и люди не могут друг без друга жить. Они привязываются друг к другу, и здесь нужно, говорится, в этих текстах, Решабхадев Господь говорит, нужно эти узлы рубить, вот, рубить. А для этого, для того, чтобы Мокша-дварам Апавритам произошла, нужно текст 9, 5, 5, 9, нужно принять покровительство возвышенного духовного учителя Парамахамса, который достиг духовного совершенства. Служа ему, вы сможете посвятить мне, верховной личности Бога, всю свою веру и любовь. Дальше здесь описываются разные виды деятельности, которые нужно совершать в процессе Бхакти-йоги. Но в конечном счете Господь Решабхадев говорит, самое главное, самое главное, это Бхакти-йога. У вас не должно остаться даже привязанности даже к самому методу освобождения. Представляете, да? Шри, Шри, Нитайчандра, Гавра, Сундра, Киджай. Даже к самому методу освобождения привязанности не должно остаться, а должна остаться только привязанность к Шри, Шри, Нитайчандра, Гавра, Сундра. Представляете? Это именно то, о чем говорит Кришна в Бхагавадгите Сарва, Дхарман, Паритя, Джа, Мамакам, Шаранам, Враджа, Ахамтвам, Сарва, Бапапхи, Пхио, Мокшаш, Ями, Машу, Чаха, Оставь все виды религии, предайся мне. То есть, привяжись даже не к религиозному процессу, который ко мне приближает, а привяжись конкретно ко мне. И здесь Решав Хадев говорит тоже именно об этом. И, наконец, тоже важные тексты, я думаю, мы всю главу разбирать не будем, мы еще поговорим еще об одной группе текстов с 15-го текста по 18-й и здесь в этих текстах с 15-го по 18-й описываются обязанности духовного лидера. И это очень важно для распространителей книг. Для распространителей книг 5-5-15, 5-5-18 здесь говорится об этом. Тот, кто серьезно намерен вернуться домой к Богу, должен жаждать милости Верховного Господа, считая ее величайшим благом и высшей целью жизни. То есть, видите, надо, чтобы было это желание. Это важно. Сколько бы мы, милости, дорогие преданные, не получили бы в духовной жизни, этого ощущения, что мы получили уже достаточно, быть не должно. И уж тем более ощущение, что мы получили, и это само собой разумеющееся, тоже быть не должно. Но ум, который механистичен по своей природе работает так, что эти мысли все равно возникают. И поэтому Сасварупа Махарадж в своем очерке, который называется «Внутренняя жизнь проповедника», он там описывает, это важно для проповедника, чтобы в его баджане внутреннем, чтобы в его баджане присутствовал такой элемент, как памятование о том, кем я был до сознания Кришны, и каким я был до сознания Кришны, и каким бы я мог бы быть сейчас, если бы не сознание Кришны. Понимаете, да? И вот тогда, вот тогда мы начинаем особенно ценить то, что имеем. Дорогие телезрители, пишите вопросы в чат, если они у вас есть. Каждый отец, духовный наставник или царь обязан учить своих сыновей, учеников подданных тому же, чему учу вас я. То есть принцип Парампоры. Даже если они порой не способны следовать его наставлениям, он должен не гневаться, а продолжать проразумлять их. Невежественных людей, совершающих праведные и неправедные поступки, нужно всеми способами вовлекать в преданное служение Господу, чтобы они навсегда ставили кармическую деятельность. Что хорошего ждет того, кто ввергает своих лишенных духовного видения учеников, сыновей подданных в рабство кармической деятельности. Это все равно, что подвести слепого к краю глубокой ямы и столкнуть вниз. Вот, то есть два варианта. Один вариант это ум карматмака, который занят в кармической деятельности. Другой вариант преданное служение. И в этом заключается задача проповедника. вовлечь человека в процесс преданного служения. Или, как Агнитхар Прабу говорит, надо заставить их слушать Святое Имя. Правильно, да? Вот вы так говорите. Да, ну это Шрио Группада конечно говорит, а вы говорите вслед за ним. Так что все-таки вы тоже это говорите. То есть надо заставить их, нужно их вовлечь. В этом заключается идея. И даже если они не догоняют, о чем речь вообще, не понимают, то что нужно на это, как на это реагировать, что здесь говорит Решаб Хадеф? Да, снисходительно. То есть просто продолжать, разумлять их. И отсюда родился известный лозунг, который знают все распространители книг. И он звучит просто продолжать. Да? Просто продолжать. Вот он этот лозунг в действии. Мы идем дальше. Коснеющие в невежестве материалистичные люди не ведают, в чем их подлинное благо, и как достичь истинной цели жизни. Они обутаны сетями вожделения. Все помыслы их устремлены к материальным наслаждениям. В погоне за призрачными чувственными удовольствиями они сеют вокруг себя зависть и вражду. Такие люди низвергаются в океан страданий, но по глупости своей даже не понимают этого. Сейчас много в интернете всяких удивительных гуру, которые учат успешному успеху и так сказать духовной духовности. И не обладая знанием, они самые удивительные, самые разные вещи продвигают. Самые удивительные, самые странные представления. например, кто-нибудь из них может сказать, что ну что сказать, что не так важно, не так важно, какой диеты человек придерживается и какой образ жизни ведет. Потому что и в качестве примера они говорят, ну вот знаете, есть люди, которые пьют и курят до 90 лет, им здоровье позволяет. Это все генетика, они говорят, это все генетика. Поэтому и в результате они, ну то есть они говорят вот так, они ставят саму идею здорового образа жизни, или уж тем более вегетарианской диеты, чего-то такого под большой вопрос. Дорогие друзья, почему людям, которые курят, пьянствуют, ведут неупорядоченный образ жизни, удается дожить до 90 лет, как вы считаете, откуда это берется? Да, говорит пуджарский департамент, благочестие с прошлой жизни, а Агнитхар Прабу, вы что скажете? Ему по судьбе 180 лет прожить, а он в закурении 90 лет. По судьбе 180 а из закурения 90 неплохо, а из закурения 90 неплохо, хорошее объяснение. Вот. Ну да, действительно, наши наши уровни здоровья, крепости организма, разные обстоятельства нашей жизни, они достаточно сильно зависят от тех поступков, которые мы совершали в прошлом, а прошлое означает прошлой жизни, и мы эти прошлые жизни основательно забыли и не видим, и отсюда возникает эта иллюзия, что будто бы оно как-то само собой, и отсюда же возникает эта фраза, которую люди иногда задают разным представителям разных религий, и эта фраза звучит так, почему хорошие люди умирают, а плохим людям все только самое лучшее в жизни достается. слышали такое, да? Как зовут этого проповедника? Раджи Дрюхмар проводил семинарии искусства воспитания сфотографии. Хорошо. Спасибо большое. То есть, видите, какая история? То есть, этот вопрос, почему хорошие люди умирают, а плохим все самое хорошее? И разным представителям разных религиозных направлений, православным, мусульманам и так далее, задают этот вопрос, и они отвечают на этот вопрос, соразмерно свои способности на него ответить, и мы тоже пытаемся на этот вопрос ответить. А ответ такой, что не только хорошие люди умирают, умирают все, смертность-то стопроцентная вообще-то. То есть, надо просто немножко дождаться, и тогда все окажутся, и кладбище всех уравняет, и хороших, и плохих. Вы хотите что-то сказать, да? Давайте. Хорошие и плохие это относительные. Да, тем более, да, хорошее и плохое это тоже относительные категории. Что-то хорошее человек, а он, например, каждый день не... А вы скажите в этот микрофон, в микрофон скажите, в этот микрофон. Вот, вот сюда, заходите с этой стороны, и они вас заодно увидят. Это нельзя. Не обязательно, да? Давайте. Включайте его. Хорошее и плохое в этом мире очень относительно. Да. То есть, люди, они сейчас не понимают, что хорошо, что плохо. вот-вот-вот. Например, вот если так посмотрели, вот Джагай и Матхай, они были ужасные негодяи, но потом стали хорошие. Да. С точки зрения, допустим, нашей философии. Ну, то есть, в какой-то момент мы можем быть плохими, потом хорошими. Все это так меняется постоянно. Да. Они были очень хорошие, Джагай и Матхай, знаете, в чем? В чем? Ну, они ни разу не оставляли вачнанов. Вот, это было очень хорошее с их стороны качество. Видите, как интересно. Спасибо. Харе Кришна. Харе Кришна. Также вот для этого типа сознания, материалистичного сознания, это тип сознания, которое здесь описывается в этом тексте, 5, 5, 16 люди, которые не ведут в чем подлинное благо, что такое истинная цель жизни и так далее, для этих людей очень характерно. Это именно те люди, которые встречаются на улицах каждый день, для них очень характерно превратное понимание такой категории философской, как свобода. Вот. Свобода означает вседозволенность с их точки зрения. Представляете, да? Ну, для кого какая вседозволенность? Ну, в конечном счете свобода означает делаю, что хочу и не знаю о этих законах мироздания, которые меня, оказывается, ограничат, ограничивают. Разве станет милосердный, сведущий в духовной науке человек вовлекать идущего путем самсары невежду в кармическую деятельность, тем самым помогая ему еще больше запутываться в сетях материального бытия? Если слепой сбился с пути и идет навстречу опасности, неужели порядочный человек, видя это, не остановит его? Неужели он позволит ему продолжать свой путь? Мудрые добросердечные люди никогда не допустят этого. Вот. Марафон Шрива Прабупада Киджай. Харик Кришна, есть ли какие-нибудь вопросы или мысли? Вот есть микрофон, берите этот микрофон и говорите в него. А вопросов нету, да? Резюме такое, что это пятая глава пятой песни Бхагава там очень важное, потому что здесь содержится наставление Господа Решабхадева, это сам Господь, наставление, которое актуально для каждого из нас. Поэтому мы перейдем сейчас к изучению этой пятой главы и надо будет постараться усвоить ее содержание вот такой резюме. Харик Кришна. Есть ли все-таки какие-нибудь вопросы? Нету там в чате ничего? Так, ну что, да, давай, микрофон бери и давай, давай, и вперед. Сейчас мы услышим наконец вопрос, дорогие телезрители, еще есть шанс написать, успеть написать что-нибудь в чат. Харик Кришна. Да, Харик Кришна. Господь Ишлипхаде дает наставление за цивилизованных людей. Да. Ишлиппаду он тоже дал наставление. И вот мне вот такая немножко интересует тема. Ну, Ишлиппаду дало одинаковое наставление для всех. Да. А люди, они все разные, в разных гунах. То есть, он говорит, что нам надо создать общество варнашина, то есть, браман, шатри, шутри, те, кто вне общества, они все в разных гунах. Ну, они не могут следовать одинаковым правилам. тому, к чему может следить браман, не может следовать шатри, тем более, шутри. А Шилоппаду дало одинаковое для всех. Четыре принципа, шестнадцатого глуха. Как нам быть? Потому что мы видим, что люди с такой шутурианской природы, например, им очень сложно всему этому следовать. Да. Им очень сложно быть в этом обществе, например, сервисом-принципом повторять мантру. Как вот быть таким людям? Как вот этих людей тоже привлечь к Богу, чтобы они тоже прогрессировали и следовали? То есть, может быть, надо как-то эти принципы для разных категорий людей разные принципы должно быть? Или как? Да. Для тех, кто по этой иерархии повыше, им можно еще дополнительные принципы добавить? И тогда будут разные стандарты. Ну, чего это? Вот, положил. Вопрос задал. Как он здесь? 16 плюс 4 это для всех. Тут нет исключений. Да, причем здесь, почему даже, почему даже Калау Шудра Самбавах изначально все в Калиюгу. Кого Шрио Пропада пришел спасать-то со своими 16 плюс 4? Он рассчитывал кого-то здесь накопать каких-нибудь праманов ведических, да? Однажды его духовные братья ему предъявили претензию, они говорят, а чего это вы второе посвящение женщинам даете? Женщинам нельзя давать и там эти свадьбы, там организуете вивахо-яги, то есть как-то вот насчет женщин-то у вас как-то так получаются такие моменты. А он им сказал, а нету на Западе женщин и мужчин тоже нету, одни животные. Вот. Все нормально, надо продолжать практику, и если кому-то что-то сложно, но сложно не означает невозможно, надо дальше продолжать стараться. А кто обещал, что это будет? Никто легкой жизни не обещал. Это что думаете, какая-то дешевая задача, что ли, вернуться к Кришне? Нет, что-то Павел, я хотел сказать, что я исполнил половину с эмиссии. Я имел варнаши, по варнаши, значит, люди находятся в разных варнах, здесь разные у них условия жизни. Условия, да, разные, и что из этого следует? То есть, вы какой вы вот из этого делаете? То есть, вы для них то, что может делать Браман, не может делать шубу? Это да, но 16 плюс 4 все должны уметь делать. Даже для Браманов это халява получается? Нет, не халява, потому что он говорил о том, что минимум 16, минимум, поэтому можно и увеличивать норму. 16 это не максимум, это минимум. Что? Да, в начале он 64, говорил о 64 кругах. Как вот вы это, если вы на себя 64 круга примерите, как вы себя будете чувствовать? Скажите, дорогой Адвайта Крипал Прабху. Как вы себя ощутите? Плюс 4 принципа. То есть количество принципов останется то же самое, 4, а вот кругов будет 64 вместо 16. Как вы? Не потянем как. Ну вы обрадуетесь, да, что вот Шрила Прабхада на вас такую надежду возлагает? Надо жить на Радхакунде тогда. На Радхакунде? На Гаватхай. Ну да, тоже такая есть идея, что надо жить на Радхакунде. Разные бывают идеи. Так, ну то есть удалось на ваш вопрос ответить или нет? Более или менее. Так давайте вы его как бы может вы его сейчас уточните как-то, чтобы может быть мне получилось лучше на него ответить. Вдруг получится? Нормально, да? Харе Кришна. Так, тут у нас в чате появилось сообщение. Вот тут написано, почему среди преданных бывает, что он счастлив нахренами полный восторг, а наплывают гуна страсти и тарелки бьют. Вот. Тут так написано. Кто бьет тарелки дома в смысле? Похоже, что дома да, но не в храме тут. Мы бы знали тогда, что у нас бьют тарелки в храме. Да, у нас жили... Ребята, то есть вот вы можете тоже завести дома железные тарелки и мы вам как из храма такой совет можем дать, что вы заведите тоже железные тарелки вот и они не будут биться. только по голове друг друга не бейте этими тарелками, потому что это больно будет. А почему гуны меняются? потому что они меняются. В Бхагавадгите там говорится в принципе противоборство гун. То одна усилится гуна благости например, то там гуна страсти возобладает. еще что-то. То есть мы не находимся в каком-то постоянном положении относительно этих гун материальной природы и они на нас влияют попеременно в разных комбинациях соотношениях. Но что касается питья тарелок то мы не можем списать на гуны это просто надо оккультуриваться потихоньку. Мне так кажется стоит ответить на этот вопрос. Вот и зачем бить тарелки это убыток семейному бюджету. Вот вы пишете почему, что почему, чего почему. Напишите чего почему. Матаджа не согласна с тарелками, что их бить не надо или с чем она не согласна. Сейчас мы разберемся. А пока она пишет, то может кто-нибудь что-нибудь еще скажет или спросит. Нам надо дождаться когда Матаджа напишет про тарелки. А, вот почему гуны меняются. потому что они меняются. Потому что Кришна пишет в Бхагавадгите в 14 главе ближе к концу откройте там где Бхагавадгита. Вот слушай дай Бхагавадгиту оттуда с полки. Сейчас прочитаем вам текст из Бхагавадгиты и вы все увидите. Это слова самого Господа. То есть что значит почему. Потому что он так сказал Кришна Шри Бхагавану Вача. Давай сюда. Так и значит сейчас мы найдем этот текст. Что? Десятый да? Так ну давай посмотрим. Да именно десятый. Вот это Анатаджит Прабу он знает Бхагавадгита очень хорошо он знает тексты. 14 10 Иногда у потомок Барады человеки начинает преобладать гуна благости одолевая страсти и невежества. Иногда гуна страсти побеждает невежество и благость а иногда ведет иногда берет вверх гуна невежества. между гунами материальной природы идет непрередная борьба за превосходство. Вот пожалуйста 14 10 они между собой в противоборстве. Кришна об этом говорит. Почему? Потому что он об этом сказал в Бхагавадгите все так устроено как устроено так он и рассказывает. Вот и все. Харе Кришна Граддарад, Шриман Бхагаватан, Киджай, Шрила Парупада, Киджай, Нитай, Гору, Примананда, Харе Хариво, Харе Кришна. Харе Харе Кришна. Продолжение следует...